В 2013 году страна отмечает 70-летие со дня битвы под Сталинградом. 2 февраля день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Легендарная Сталинградская битва считается переломным моментом Великой Отечественной войны. Она длилась 200 дней с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Приблизительные потери с обеих сторон составили около двух миллионов человек. Это сражение положило начало контрнаступлению советских войск. Поздравляю вас сегодня с 70-летним победой под Сталинградом над фашистской Германией. В этот день Александр Рыбаков особенно волнуется и сердце стучит сильнее. Каждый год в начале февраля и мая он принимает много гостей. Несмотря на почтенный возраст 90 лет, всегда лично встречает их у порога. О Великой Отечественной войне Александр Васильевич может говорить часами. Память ветерана не подводит. Перед глазами до сих пор встают годы военной юности. Считает, что воспоминаний хватило бы на целую книгу. В марте 1942 года он поступил учиться в Краснодарское пулеметно-минометное училище. Но доучиться не удалось. В начале 43-го совсем молодых ребят, курсантов, перебросили под Сталинград в самое пекло. О войне, конечно, никто не знает. Она такая была жестокая, особенно у нас в Сталинграде. Ужас, скажу. И мирное население страдало от этого. О военной вообще. Но стояли мы, от Дона до Волги. Там были не только, скажем, Краснодарское пулеметно-минометное наше училище, а там еще и Грозинское было, и другие. В общем, все около 10 тысяч у нас курсантов. И к сентябрю месяца нас осталось вот всех 4-10 тысяч, 1100 человек. Взрывы бомб, гул танков и погибшие товарищи. Все вспоминается, как страшный сон. Два месяца подряд, каждую ночь, Александр Васильевич ходил в разведку. Судьба берегла. Нас послал взвод разведки между двумя полками. Там пространство было уже. Несколько там, может быть, метров или полкилометра. И мы подползли, ждали и немцы. Несколько, около 10 или 15 танков направили на нас группу. А у нас ни гранат, ничего не было. Вот. Окружили нас и начали уничтожать. А потом, через 5 минут, наша артиллерия противотанковая ударила, и 5 танков подожгли. Александр Рыбаков чуть было не лишился обеих ног. Восстанавливаться пришлось более полугода в госпитале под Красноярском. В июле 43-го с палочкой уже участвовал в боях под Курском. Затем был Кёнигсберг. Победу встретил в Германии. Сожалеет, что о послевоенной судьбе многих своих однополчан не знает. И то, что нет военных фотографий. Некогда, говорит, тогда было фотографироваться. Галина Титарчук, Евгений Анисимов. Республика.